Николай Носов Карасик Мама недавно подарила Виталику аквариум с рыбкой. Очень хорошая была рыбка, красивая, серебристый карасик, вот как она называлась. Виталик был рад, что у него есть карасик. Первое время он очень интересовался рыбкой, кормил её, менял воду в аквариуме, а потом привык к ней и иногда даже забывал её вовремя покормить. А ещё у Виталика был котёнок Мурзик. Он был серый, пушистый, а глаза у него были большие и зелёные. Мурзик очень любил смотреть на рыбку. По целым часам он сидел возле аквариума и не сводил глаз с карасика. «Ты смотри за Мурзиком», — говорила Виталику мама, — «как бы он не съел твоего карася». «Не съест», — отвечал Виталик, — «я буду смотреть». Однажды, когда мамы не было дома, к Виталику пришёл его друг Серёжа. Он увидел в аквариуме рыбку и сказал, — «Давай меняться, ты мне карасика, а я, если хочешь, дам тебе свой свисток». «Зачем мне свисток», — сказал Виталик, — «по-моему, рыбка лучше свистка». «Чем же она лучше?» «Свисток свистеть может». «А рыбка что?» «Разве может рыбка свистеть?» «Зачем же рыбке свистеть», — ответил Виталик. «Рыбка свистеть не может, зато она плавает». «А свисток разве может плавать?» «Сказал», — засмеялся Серёжа, — «где это видано, чтобы свистки плавали?» «Зато рыбку может кот съесть, вот и не будет у тебя ни свистка, ни рыбки». «А свисток кот не съест, он железный». «Мне мама не позволяет меняться. Она говорит, что сама купит, если мне что-нибудь надо», — сказал Виталик. «Где же она купит такой свисток?» — спросил Серёжа. «Такие свистки не продаются. Это настоящий милицейский свисток. Я как выйду во двор, как засвищу. Сразу все подумают, что милиционер пришёл». Серёжа вынул из кармана свисток и засвистел. «А ну, дай я», — попросил Виталик. Он взял свисток и подул в него. Свисток звонко-переливчато засвистел. Виталику очень понравилось, как он свистит. Ему захотелось иметь свисток, но он не мог сразу решиться и сказал. «А где у тебя будет жить, рыбка? У тебя ведь аквариума нет. А я посажу её в банку из-под варенья. У нас большая банка есть». «Ну, ладно», — согласился Виталик. Ребята принялись ловить рыбку в аквариуме, но карась плавал быстро и не давался в руки. Они набрызгали вокруг водой, и Серёжа намочил рукава до самых локтей. Наконец ему удалось схватить карасика. «Есть!» — закричал он. «Давай сюда какую-нибудь кружку с водой. Я посажу туда рыбку». Виталик поскорее налил в кружку воды. Серёжа посадил карася в кружку. Ребята пошли к Серёже сажать рыбку в банку. Банка оказалась не очень большая, и карасику в ней было не так просторно, как в аквариуме. Ребята долго смотрели, как карасик плавает в банке. Серёжа радовался, а Виталику было жалко, что теперь у него не будет рыбки. А главное, он боялся признаться маме, что променял карасика на свисток. «Ну, ничего, может быть, мама и не заметит сразу, что рыбка пропала», — подумал Виталик и пошёл домой. Когда он вернулся, мама уже была дома. «Где же твоя рыбка?» — спросила она. Виталик растерялся и не знал, что сказать. «Может быть, её Мурзик съел?» — спросила мама. «Не знаю», — пробормотал Виталик. «Вот видишь», — сказала мама, — «он выбрал таки время, когда дома никого не было, и выловил из аквариума рыбку. Где он, разбойник? А ну-ка, найди мне его сейчас». «Мурзик, Мурзик!» — стал звать Виталик, но кота нигде не было. «Наверно, в форточку убежал», — сказала мама. «Пойди-ка во двор, позови его». Виталик надел пальто и вышел во двор. «Вот как нехорошо получилось», — думал он. «Теперь Мурзику из-за меня достанется». Он хотел вернуться домой и сказать, что Мурзика во дворе нет. Но тут Мурзик выскочил из отдушины, которая была под домом, и быстро побежал к двери. «Мурзенька, не ходи домой», — сказал Виталик. «Тебе попадет от мамы». Мурзик замурлыкал, принялся тереться спинкой об ноги Виталика. Потом поглядел на закрытую дверь и потихоньку мяукнул. «Не понимаешь, глупый», — сказал Виталик. «Тебе ведь человеческим языком говорят, что нельзя домой». Но Мурзик, конечно, ничего не понимал. Он ласкался к Виталику и терся об него боками. И потихоньку бодал к его головой, будто торопил поскорее открыть дверь. Виталик стал отталкивать его от двери, но Мурзик не хотел уходить. Тогда Виталик спрятался от него за дверь. «Мяу!» — закричал Мурзик под дверью. Виталик поскорее вышел обратно. «Тише, кричи тут! Вот мама услышит, тогда узнаешь!» Он схватил Мурзика и принялся запихивать его обратно в отдушину под домом, из которой Мурзик только что вылез. Мурзик упирался всеми четырьмя лапами и не хотел лезть в отдушину. «Лезь, глупый!» — уговаривал его Виталик. «Посиди там пока!» Наконец он его целиком запихал в отдушину. Только хвост Мурзика остался торчать снаружи. Некоторое время Мурзик сердито вертел хвостом. Потом и хвост скрылся в отдушине. Виталик обрадовался. Он думал, что котенок останется теперь сидеть в подвале. Но тут Мурзик снова выглянул из дыры. «Но куда же ты лезешь, глупая голова?» — зашипел Виталик и загородил выход руками. «Говорят же тебе, нельзя домой идти!» «Мяу!» — закричал Мурзик. «Вот тебе и мяу!» — передразнил его Виталик. «Ну что мне теперь делать с тобой?» Он стал оглядываться вокруг и искать, чем бы закрыть дыру. Рядом лежал кирпич. Виталик поднял его и закрыл дыру кирпичом. «Теперь вот не вылезешь», — сказал он. «Посиди там в подвале, а завтра мама забудет про рыбку, и я тебя выпущу». Виталик вернулся домой и сказал, что Мурзика во дворе нет. «Ничего», — сказала мама, — «вернется. Я все равно не прощу ему этого». За обедом Виталик сидел грустный и даже не хотел ничего есть. «Я вот обедаю», — думал он, — «а Мурзик бедный в подвале сидит». Когда мама вышла из-за стола, он незаметно сунул в карман котлету и пошел во двор. Там он отодвинул кирпич, которым была закрыта отдушина, и потихоньку позвал. «Мурзик! Мурзик!» Но Мурзик не отзывался. Виталик нагнулся и заглянул в дыру. В подвале было темно, и ничего не было видно. «Мурзик! Мурзенька!» — звал Виталик. «Я тебе котлету принес». Мурзик не вылезал. «Не хочешь, ну и сиди, глупая голова», — сказал Виталик и вернулся домой. Дома без Мурзика ему было скучно. На душе было как-то нехорошо, потому что он обманул маму. Мама заметила, что он грустный, и сказала, «Не горюй, я тебе другую рыбку куплю». «Не надо», — сказал Виталик. «Он уже хотел признаться маме во всем, но у него не хватило смелости, и он ничего не сказал». Тут за окном послышался шорох и раздался крик. «Мяу!» Виталик посмотрел в окно и увидел снаружи на подоконнике Мурзика. Видно, он вылез из подвала через другую дырку. «А, пришел, наконец, разбойник!» — сказала мама. «Иди-ка сюда, иди!» Мурзик прыгнул в открытую форточку и очутился в комнате. Мама хотела схватить его, но он, видно, догадался, что его хотят наказать, и шмыгнул под стол. «Ишь ты, хитрец какой!» — сказала мама. «Чувствует, что виноват. Ну-ка, поймай его!» Виталик полез под стол. Мурзик увидел его и юркнул под диван. Виталик был рад, что Мурзик удрал от него. Он полез под диван и нарочно старался шуметь, чтобы Мурзик услышал и успел убежать. Мурзик выскочил из-под дивана. Виталик погнался за ним и принялся бегать по всей комнате. «Что ты такой шум поднял? Разве его так поймаешь?» — сказала мама. Тут Мурзик прыгнул на подоконник, где стоял аквариум, и хотел выскочить обратно в форточку. Но сорвался и с размаху как плюхнется в аквариум. Вода так и брызнула в разные стороны. Мурзик выскочил из аквариума и давая отряхиваться, тут мама и схватила его за шиворот. «Вот я себя проучу как следует!» «Мамочка, миленькая, не бей Мурзика!» — заплакал Виталик. «Нечего его жалеть!» — сказала мама. «Он ведь не пожалел рыбку!» «Мамочка, он не виноват!» «Как же не виноват? А кто карася съел?» «Это не он!» «А кто же?» «Это я!» «Ты съел?» — удивилась мама. «Нет, я не съел! Я его на свисток променял!» «На какой свисток?» «Вот на этот!» Виталик вынул из кармана свисток и показал маме. «Как же тебе не стыдно!» — сказала мама. «Я нечаянно!» Сережа сказал «давай меняться!» И я поменялся. «Я не о том говорю!» «Я говорю, почему ты не сказал правду!» «Я ведь на Мурзика подумала!» «Разве честно на других сваливать?» «Я боялся, что ты станешь бронить меня!» «Это только трусы боятся говорить правду!» «Хорошо было бы, если бы я наказала Мурзика!» «Я больше не буду!» «Ну, смотри, только потому прощаю, что ты все-таки сам признался!» Сказала мама. Виталик взял Мурзика и понес к батарее сушиться. Он посадил его на скамеечке и сел рядом с ним. Мокрая шерсть на Мурзике торчала в разные стороны, как иголки у ежика. И от этого Мурзик казался таким худым-худым, будто целую неделю совсем ничего не ел. Виталик вынул из кармана котлету и положил перед Мурзиком. Мурзик съел котлету, потом забрался на колени к Виталику, свернулся калачиком и замурлыкал свою песенку.